Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я сделаю краткий видео обзор дренажного фекального электронасоса фирмы Насосы. Данный дренажно-фекальный насос применяется для выкачивания следных ям. Имеет модификацию WQD108055. Согласно основных характеристик он имеет рабочее напряжение 220 вольт, 50 герц, мощность 725 ватт и рабочее давление 7,2 атмосфера до 11,5. Максимальная глубина погружения этого насоса 5 метров. Теперь посмотрим какая комплектация этого насоса. Как видите, здесь есть инструкция по эксплуатации на украинском и русском языке. Насос упакован в пенопластовую коробку, оболочку. И вот сам насос. Он довольно тяжелый и качественный. Данный электрический насос имеет рабочий двигатель, всасывающую часть, которая тащена таким кожухом, а также напорный патрубок, который имеет диаметр 47 мм. Я буду выкачивать слюнную яму с помощью пожарных рукавов диаметром 51 мм, которые необходимо подключить к этому насосу. Для подключения этого насоса необходимо взять небольшой отрезок пожарного рукава диаметром 51 мм и с помощью хомута подключить его к насосу. Такого кусочка вполне хватит. Для подключения напорной рукавной линии здесь есть такой капитальный хомут, на котором закреплен болт под головку 10 мм. Теперь, используя этот хомут, одеваем кусок пожарного рукава на напорный патрубок и затягиваем головкой на 10 мм. Теперь для опускания насоса в грибную яму необходимо привязать веревку к ручке. После этого разматываем пожарный рукав и начинаем выкачивать воду. Немного приподнимаем насос на дном и завязываем веревку фиксацией. После этого подключаем насос в сеть и ждем выкачивания. Вот, начал наполняться пожарный рукав водой и будем ждать, пока выкачивается все. Для выкачивания воды я использую дренатную скважину. Давление довольно хорошее. Около двух атмосфер. И насос работает. В моей сливной яме около семи кубов воды. Сейчас поверим, за какое время выкачивается вся вода до ила. Насос легко чистится. Я не разбираю насоса. Достал из крыльчатки вот такую кучу всевозможных палфеток и пластмассы, которые не растворились. Насос я пока оставил в воде. Он не боится коррозии. Чтобы его не тягать туда-сюда, я его буду включать по мере необходимости. Уровень ила заметно упал примерно на полметра и насос не забился. Теперь дренаж ямы должен стать лучше. Вот работа по выкачиванию сливной ямы закончилась и насос показал себя с хорошей стороны. Вы были на канале отдела мастера боится. Смотрели краткий видеоотчет по работе дренажно-фекального насоса фирмы насосы и выкачиванию грибной ямы. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok